О проверке итогов шоу «Голос дети» высказался директор Алсу. Всем привет, с вами Интересная Инфо. Проверка итогов шоу «Голос дети», в котором победила дочь известного бизнесмена и популярной звезды России Алсу Микела Абрамова, по мнению некоторых зрителей, завершена, а результат выдающаяся семья скрывает. Этот факт опроверг в своем заявлении директор певицы Сергей Фадеев. После разразившегося скандального случая вокруг обладательницы первого места в шестом сезоне «Голоса страны» Микелы Абрамовой, инициативой руководителя Первого канала Константина Эрнста началась проверка честности победы, так как, по его мнению, разрыв на самом деле очень необычен. Перед подсчетом голосов занялась голландская компания, которая владеет правом на шоу, но с результатами пока что никого не ознакомили, так как для проверки нужен целый месяц. По некоторым данным, отец Микелы Ян Абрамов выступил с прошением запретить обнародовать результаты проверки, чтобы не травмировать психику ребенка, который и так пострадал от всеобщего критического обсуждения в сторону ее вокального таланта. Директор АЛСУ Сергей Фадеев сделал опровержение. Якобы эти слухи являются еще одним методом давления на победительницу и ее родителей, и это, скорее всего, похоже на очередную манипуляцию общественным мнением. По некоторым данным, неправильное голосование велось в столице, Подмосковье и еще пяти регионах России. Первый канал эту информацию никак не комментирует и обязуется ознакомить всех с проверкой зрительского голосования после ее окончания. Как уже известно, победа в вокальном соревновании «Голос дети» Микелы Абрамовой неустанно обсуждается в интернет-сообществах, ведь главным фаворитом зрителей был Максим Иржан, занявший в результате второе место. Негодование зрителей вызвало всеобщий резонанс. Но, по словам представительницы Алсу Нины Пономаревой, которая с большим возмущением отреагировала на бурную реакцию зрителей, девочка, будучи еще пятилетним ребенком, мечтала участвовать в данном шоу, имея для этого необычный певческий талант. И то, что у нее богатые родители, вообще ничего не значит. Стоит напомнить, что Микела Абрамова была под опекой Светланы Лободы, и за победное первое место она получила статуэтку, право на запись первой музыкальной композиции и денежный приз в размере одного миллиона рублей. А как вы думаете, чем же все это закончится? Ждем ваших комментариев и не забудьте подписаться. Мы намерены пристально следить за этой ситуацией. Будьте с нами. С нами интересно. Как всегда, спасибо за просмотр и до встречи.